Девушки, я прошу всех внимания. Девушки, мужчины, я прошу всех внимания. Ну, будем так говорить, здесь очень тесный круг людей. Я о чем хочу сказать. В первую очередь я хочу сказать о том, что зачастую люди забывают героизм и профессионализм тех людей, которые отдали свою жизнь практически, прослужили по 30-40 лет вооруженных сил, воевали в разных войнах. Вот я благодарен тем людям, которые издали эти сборники, антология афганской песни. Потому что вот я сейчас несколько слов буквально хочу сказать. Вот здесь, вот подниматься не будем, а я просто рукой так покажу, если можно, пальцем не буду. Вот здесь вот за столиком рядом сидит летчик армейской авиации, преподаватель армейской авиации, который преподавал в Сызранском, Саратовском, Уфимском училищах. Освоил 10 типов летательных аппаратов. 5 самолетов, 5 вертолетов. Летчик-снайпер. Награжден 16-ю артинами медалями СССР России, Даджикистана и Армении. Прошел все летные должности. Последние должности. Начальник авиации в группе российских войск в Закавказье и начальник воздушной огневой и тактической подготовки 5-й армии ВВС и ПВО. Келерман Александр Эвальдович. Давайте мы похлопаем. Я просто хочу рассказать об этих людях, потому что они скромные все и никогда о себе ничего не говорят. А прошли такое горнело в своей жизни, что ну, никому не позавидуешь. Вот рядом где-то я, а вот Владимир Владимирович, он очень большой юморист, он написал такую свою автобиографию. Закончил он инженерное училище и за разгильдяйство был направлен служить в Туркулов войска ПВО. В 80-м году, получив достоверную информацию, что горный воздух Афганистана укрепляет здоровье, включился в группу любителей туристов, которые впоследствии стали называться ограниченным контингентом. Владимир Владимирович, покажите, пожалуйста, что у вас народ уйдет. Полковник настоящий, прошел только все горнело и все, вот, так сказать, просто про, я бы хотел вообще про всех рассказать. И я собираю материалы, и есть у меня намерение написать книгу о друзьях своих, потому что вот кратко здесь не скажешь никак. И поэтому я очень благодарен, ну просто готов преклониться перед человеком, который этим занимается у нас в стране. И он занимается не в Москве, а в Чите. Поэтому я прошу сейчас выйти на эту уютную сцену моего хорошего друга, боевого брата, спецназовца специального подразделения, Геннадия Ларионова, который издает все эти издания, а он сам все вам расскажет. Добрый вечер. Ну, перейти от темы любви, которая была в первом отделении, и Саши Карпенко, который меня сюда, в общем-то, позвал, по причине того, что здесь есть его диск, который я составлял из материала, который был у меня. Саше очень большое спасибо, человеку обожженного войной и не обожженного душой, потому что пишет такие стихи. Я его диск делал три месяца. Я слушал весь материал, составлял, разговаривал по телефону с ним, давай вот так, давай вот так. И все-таки мы этот диск сделали, диск получился интересен тем, что он песенно-стихотворный, поэтический. Там песни, стихи. Там в этом сборнике два диска песенно-стихотворных. Значит, одна афганская запись, Геннадий Андреевич Костюк, главный хирург 40-й армии, облетевший весь Афганистан. И второй диск, это как раз Александра Карпенко. То же самое, значит, стихи и песни. Ну, мы сборники потом по столам посмотреть пустим. Почему занимаюсь именно афганской? Меня чеченцы просили, давай наши издадим. Очень много знакомых с 15-го, 24-я бригада офицеров. Я говорю, нет, в Чечне я заниматься не буду, потому что я служил в те годы, с 78-го и до определенного времени. Поэтому занимаюсь именно этой песней. Что сказать? Когда я встретился с афганской песней, я уже не помню. Может, это был 81-й год, когда первые у нас там начали приходить офицеры и летолетчики. Я тогда еще третий год всеми спасло в рядовой, там мы служили, у меня 4 года. Значит, с офицерами сильно не поговоришь тогда, но песни я уже тогда слышал. Но основное, конечно, это когда начали выходить винилы, великолепные авторы сидят, он там за столиком шумным, они отвернулись, им уже некогда, они сто лет друг друга не видели в Москве. Поэтому они там общаются между собой. Значит, встреча, конечно, началась именно с винилов, которые выпускались в Ташкенте, в Питере. И так получилось, что я привез в Ташкент тогда винилы, но до той службы у меня уже первый диск был. И первая встреча, это был, конечно, Михаил Михайлов и его БТР на виниле, песня. Я никогда не думал, что мы потом с ним встретимся. Встреча, значит, Александр Минаев, его винил где-то за салангом, мы в 89-м были в Ташкенте, но он тогда был суровый майор, я молодой ветеран, поэтому он меня не заметил. Так сказать. Вот они, я специально для сегодняшнего вечера превратил. Вот это салангом. Но это не все. Где-то за салангом дверь, я его называю где-то за салангом дверь. А вы покажи эту подмошку и заднюю сторону. Да, вот. Это наши первые пластинки с Сашей Минаевым, которые вышли в 90-м, 91-м году. Третий сборник это «Винил. Другая жизнь» Дима Ерёбин. Причём там есть песня, он писал про своё, я ему точно рассказал, эта ситуация с нашей жизнью была одинаковая, один в один. Ещё один винил «Раненый мы в душу тобой, Афганистан» Олег Никулин. Значит, я начал его искать, я не знал, где его искать. Просто начал. Да, у меня он есть, да, естественно. За главная песня на этом «Виниле» была «Раненый мы в душу тобой, Афганистан». Я был в Питере, просто со знакомыми. Я выглядел, по-моему, с Питером, да, конечно, знаю. Олег это знает. Ведёт передачи на телевидении, а ранее остался в творчестве. Ну, теперь уже о самих сборниках и с чего началось. Значит, Александр Анатольевич Минаев был у меня в гостях, и мы в 2009 году, я организовал выпуск вот такой книги, мы выходим на рассветец. Музыкальный сборник, нотный составитель. Ну, её уже нет ни в продаже, нигде. То есть, это именно наша первая работа по выпуску книг. А сам сборник, вот первый сборник, который выходил в 2011-2012 году. У меня просто осталось там штук шесть всего. То есть, тираж уже делали мы в Чите. Значит, год бились над этим сборником. Технологий у нас в Чите таких нет. Получился, конечно, он не очень удачный по самому креплению. Но задуман был, как подарочный набор, для чего? Чтобы отдельными дисками выпустить было, конечно, дешевле. Но их бы затаскали по машинам и выросили. А этот сборник по машинам не затаскаешь, он будет стоять на шкафчике. Всё, и он будет светить, дети будут его видеть, читать. А делаем это мы всё-таки не для себя и не для них, для ветеранов. Они и так всё это знают. А мы делаем это для своих детей, чтобы на вопрос внука или сына, сыну спрашиваешь, а ты где служил твой отец, ты знаешь? Нет, не знаю. Вот для этого, чтобы не было таких вопросов. То есть, когда-то они защищали Родину, потом внутренне защищали Родину. А они будут видеть вот эти сборники и уже понимать, что это просто преемственность поколения, от которой всё равно никуда не уйдёшь. Родина-то, она всё равно одна остаётся. А сборник начался с того, что мы встретились с офицером выпила Сергеем Демишовым. Так получилось, что записи его на многих кассетах афганских 83-84-82 года, песни его есть, но автора, как правило, никто не знал. Я когда у него был в гостях, я говорю, Сергей, давай издадим твой диск, ну, с песнями. А диск был совместный, из Кундуза на Файзабат и обратно, это Игорь Морозов и Сергей Демишов. Так вот на всех, там где-то записях, в кассетах написано, где Игорь Морозов, но голос-то другой. Так получилось. Он согласился, значит, я хотел просто сделать один диск, именно его, он мне подарил его на день рождения, я был у него в гостях, мы пили с ним чай, естественно, он согласился после этого. Но когда у меня был Александр Анатольевич Минаев, почему-то родилась мысль, а почему бы не объединить? И когда вот эта мысль родилась, объединить, значит, так а есть же ещё Михаил Михайлов. Потом есть у меня товарищ Андрей Клюнюк, живёт в Новосибирске, тоже ветеран-афганец, ну, сейчас шансон выступает, концертирует по Сибири у нас. И как-то вот так всё зацепилось, и потом уже решил, что в диле сборники должно быть 10 дисков. Имена называть, я думаю, объяснять даже не надо. Виктор Верстаков, Юрий Кирсанов, Игорь Морозов, Сергей Демешов, Валерий Петряев, Михаил Михайлов, Андрей Климнюк, Юрий Слатов, «Голубые береты». Ну, здесь авторский его диск, именно «Афганские песни» мы с ним решили. И диск Виктора Павловича Куценко, дочь нашла кассеты у него в кабинете, мы их оцифровали. Ну, все песни не вошли, но здесь вот то, что я составил, это уникальные записи, именно «Афганские» Куценко. Подход к сборнику был таков, значит, сначала как бы мы общались и говорили, что такое «Афганская песня». Это та, которая написана в Афгане. Но получилось так, что большинство авторов из тех, что поют, что на сцене, значит, они же ведь пели дальше. И представлять, маленько я допустил здесь ошибку, представлять просто афганскую песню, чисто афганскую песню, было неправильно. Поэтому мы в эти диски начали добавить песни, которые были написаны позже. В 90-х что-то было написано в 2000-м годах, чтобы полностью представлять автора, чтобы люди знали о человеке, как он развивался. Большинство из них осталось в творчестве, они на сцене. Но для кого-то это было как афганское вдохновение для Александра Леонидовича Малашонка, который написал цикл песен, так называемый «Кундузский цикл». И до выпуска этого сборника был фактически неизвестен. Все ансамбли группы пели его песни. Сейчас вот я просто так скажу. На 16 парней песня «Если хочешь есть варенье». Все поют, все знают, но автора никто не знал. Александр Леонидович Малашонов, живет в Владивостоке, подполковник комитета государственной безопасности, участник того первого штурма. Был в одной из групп, да, в 79-м году. Второй сборник. Мы подошли уже маленько кардинально. Он с Андреем Клюмнюком. Он говорит, давай делать Новосибирск. Я поехал в Новосибирск. И он получился более качественный. Здесь точно так же, значит, представляем автора, часть песен афганских, но записей для многих не сохранилось. И по лишь развитию добавили песни уже современные. Вот у Олега Никулина диск, значит, там несколько песен записи гитарные, но больше ничего не сохранилось вообще в принципе в записи. Но у него есть группа «Храм мира». И здесь инструментал, обработка очень хорошая именно тех песен уже в современном варианте. Для Михаила Михайлова мы тогда подняли большие архивы, разбирали все. У него уже ушли из репертуара песни, которые он не пел с Афгана, ну или начало 90-х. И он все эти песни восстановил. Специально для этого сборника их в издании вообще не было. В этот же сборник восстановил часть своих песен афганских. Владимир Масук, которых тоже не издавалось. Еще Александр Мондоин, вы уже его послушали. Значит, тоже записи афганские он вообще в общем-то не сохранил. О чем я бы очень сожалею, и мы в общем-то ничего не нашли. Поэтому гитарная запись, то, что он издавал в 90-е, мы здесь в общем-то и издали. Валерий Цгоев, это первый диск альбома, живет на Кавказе. Кандагарский ДШБ, это чисто афганская запись, сделанная в Кандагаре в 87-м году. И так получилось, что мы когда с ним познакомимся, у нас, кажется, еще и знакомые есть общие. Даже можно было не это... Вообще не мог об этом подумать. Ну и диск Александра Карпенко и Геннадий Андреевич Костюк, здесь то, что находится. Так что посмотрите о нашей работе и там уже решите. У нас есть здесь, если что-то купить, ну Дима представит, что больше. А мы работаем дальше, работаем с авторами, думаем выпустить продолжение. Но приходится продавать, потому что деньги, люди меня знают. Часть моих денег, часть мне давали мои хорошие друзья. Здесь список очень большой в Забайкале, предприниматели. То есть если я сказал, что я сделаю, я сделаю. Минаев не верил. Значит я, Александр Анатольевич тогда сказал, это невозможно. Я говорю, Александр Анатольевич, ты помнишь крылатую фразу 17 мгновений весны? Он говорит, нет. Я говорю, ну как, не помню, что дедушка Милев что сказал? В наше время верить никому нельзя. Но мне можно. Я это сделал. Так что третий сборник, я думаю, просто по финансовым соображениям выйдет где-то в 2015, дай бог. Сейчас просто не получится никак. Спорник продаю. Так что найти его, я думаю, можно. Спасибо. А мы сейчас услышим те песни, тех авторов, которые есть здесь, моих друзей, которых я очень люблю. И которым огромное спасибо за то, что они помогли все это дело сделать. А без них бы не было. Еще самое главное, всем привет от администратора сайта «Автоват и гитара» Натальи Флотниковой. Авторы, вас я целовать не буду. Наташа потом вас сама поцелует, а то не поймут. Значит, без ее информационной поддержки, без общения без ней и без вот этого бы сайта сборников в принципе бы не было. Потому что все-таки информацию просто так в чите нигде не соберешь. Это сложно. Спасибо. По столику так по кругу пустите, посмотрите. Книжку я эту заберу, потому что ее уже нет. Значит, здесь единственное, что здесь сборники в конвертиках, они выпадают. У нас не получилось по-другому. Так что посмотрите. Я извиняюсь за такую игрую сразу. Я знаю, я хочу просто показать. Это действительно уникальный суть. Еще раз хочу. Видите в цвете. Видите какая коробка. Подожди, подожди. Видите картины. Это не просто картины. Тут рисунки Виктора Павловича. Секундочку. Нашего генерала Виктора Павловича. Его уже нет. А вот его книги, вот это картины масса. То, что у нас они собраны, эти вот единые коллекции из разных вот экспозиций. Он достаточно известный художник. Он написал тысячи рисунков в Афганистане. Некоторые из них стали последними, извините с вами, о жизни. Или афганского бойца, или нашего офицера. Вот потом уже вернувшись, он рисовал маслом картины. Многим из вас как бы известно, но может быть кто-то не слышал этого имени. Здесь же рисунки Рината Шатикова. Это легендарный спецназвец. Он в Суриковской закончил. Он рисовал как в стиле Демельского альбома. А по ручкам? Но он рисовал. Он закончил в Суриковской училище. Можете представить себе. И вот эта техника была признана вообще уникальной. У него там холодная точность спецназовца. Там есть служба верблюда. Каждая волосина на этой видна. И в то же время теплый взгляд художника. Он за всю свою службу, многих десятилетий, он из воин в войну не вылазил. Он не потерял ни одного бойца. А сам он детдомовский парень. Нашли его жену, убили. Он пацана этого, молочного возраста, сам воспитывал. И вот из этого всего, из этих войн, из этой деревни, из этого святого служения родине, из этого служения своему пацану, и вырастает все его вот это вот творчество. Мы сейчас дадим несколько сборников, просто покажем, вот что это такое. Из фотографий афганцев, те, которые были в Афганистане. Вот. И мы еще немножко потом коснемся этого всего. Вот просто, чтобы вы знали, о чем идет речь. Пожалуйста. В первом сборнике, вот здесь как раз картины Рената Шафикова, которые нарисованы в Афгане авторучками цветными. Но потом репродукция восстановлена уже, но снято с них сделано. Давайте Гене похлопаем. Геннабий Генеральный Великобритатель. Значит, мы продолжаем свой вечер. И я хочу пригласить на сцену моего боевого товарища, человека, с которым мы дружим уже больше 20 лет. Это настоящий такой минометчик-артиллерист. Это человек, который прошел тоже через все гарнила, полковник, кавалер Ордена Красной Звезды. Ну, в общем, его тут в принципе все знают, и я его ценю за то, что он, проходя вот эти все жизненные испытания, не потерял вот этой лирики человечности отношения к жизни нормально. И я вам представляю, Александр Минаев! Вот эта сборничка, книга, нотно-текстовой сборник, там ноты. Дайте я покажу. Их 90 песен, вот, снятых с кассет, доезженных вот так вот, мастинок, которые выжили. Сам записывал, есть, вот так вот, сделай. Смотрите, а там, на первом листе, вот телефон. Если кому-то нужны эти книги, звоните. Ну, амган продолжается. В южном мне без звезд не счесть, но оно совсем как дома. И она мне так знакома, словно подает. Из детства лист, в южном мне без звезд не счесть. И манит простор кругом, белая снега и горы. Но афганские просторы мне напоминают о другом, о моих товарищах. В боевых местах, полковых заставах, выносных постах. В топливом пропахшем серпантине, и о вездесущем командире. 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 В топливом пропахшем серпантине. Сегодня вечер нашего дорогого Санюхи Картенко. Вот однажды он мне предложил стихи, напиши песню. И причем сразу легли, сразу легли. Вот только, как он мне потом сказал, ну не совпадает по духу, а потом понял, что все-таки его совпадает. Да, Санюхи? Когда блеснет знамение в судьбе, А звезды потускли догорая, Куда бежать от нежности к тебе, Моя любимая, родная, дорогая? Я позвоню, узнаю, как дела, Задумаюсь и встречу не назначу. Такая ночь между нами пролегла, Что ты не видишь, отчего я плачу. И я плачу от того, что я не вор, Что я бежу, а жизнь крадется мимо. Что пепло обещает стаи костер, И мы то и немая повторим. Любимая, как нежность тяжела, И песня моя окутана снегами, Голдунья ночь простерла два следа, И нет разгадки, что творится с надми. Я слышу, как струится вниз вода, Ступень и ласкающего душа. Любовь дела разденет не всегда, Зато всегда любовь разденет души, И только недосказанность в судьбе. Ключи от ада и ключи от рая, Куда бежать от нежности к тебе? 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 В бане, венечка, венечка, Да кваску после баночки Принесла ты в передонечке, Да кваску после баночки Принесла ты в передонечке, А забор, чтоб у баночки Позоросшим малиною, А забор, чтоб у баночки От заката малина вы. А забор, чтоб у баночки От заката малина вы. К реке перелесочек Еле море касается Мне бы в том перелесочке Вогли, когда покаяться Мне бы в том перелесочке Вогли, когда покаяться Заманить к дому тученьки Ночью вместе с орницею На зерставне скрипучее Распахнуть и умыться бы На зерставне скрипучее Распахнуть и умыться бы Не сказать, как мечтается Даже пробовать нечего Ах, да что за красавица Наша баня в реченьке Ах, да что за красавица Наша баня в реченьке А мне в банечку, в банечку В баню пенечка, ленечка Так воску после баночку Принесла ты в передачки Так воску после баночку Этени белых в передачке Эй. Александр Минаев Александр Минаев Я вот о чем хочу сказать Я благодарен Ларионову Еще за то, что он издал те песни Которые в свое время даже не выпускали из этого листа Я не смог опубликовать несколько своих песен Потому что кассеты там забирали А в этом сборнике я эти песни опубликовал Которые были написаны в 1984-1985 году Я их сто лет даже и не пел Если буду сбиваться, вы меня простите Потому что я волнуюсь, честно говоря И хочу спеть одну песню из этого сборника Которая мне очень лично дорога Но благодаря ребятам из 4 Она стала теперь как публично Я пришел, мне говоря, он тебя встречает В цубике пузатом на углу Я заменщик молодой А он-то знает Что здесь как, куда, зачем И что тут почему Их сидело трое там На столе бутылка Может спирт, а может даже просто самогон И на всех троих одна Почему-то вилка И какие-то консервы Видно тут закон Подскочил и заорал Вот он, год замена А я тут жду, который день Да и кто не ждет Жду, говорит, и думаю А не дай бог измена А вдруг заменщик мой подлец Так и не придет Слушай, милый, дорогой А если бы задержал, а я б стерпел бы Этот случай вряд ли и едва А ты был у меня вот здесь А на полу остался Или я бы выше тебе глаз Или оба-два Вот такой вот разговор Очень даже милый А у него от радости А полные штаны Я говорю, ты уж выпей из меня А меня помилуй Мы с тобою больны Сминчи очень неравны Мне два года А тебе пиво на подносе И в Казани у тебя Девочка живет Ну ничего, мы обождем Нам ведь нет износа Может, как-нибудь А ось время и пройдет В день отъезда Сминчик мой Лишку так поднабрался А опоздал в аэропорт А на четвертый рейс А в воскресенье все же он По Кабулу вдоволь он Да, мы с ним целый по Кабулу еще ездили Потом после аэропорта По Кабулу вдоволь он Со мной покатался Но в воскресенье в самолет Он все же как-то влез Прощай, мой друг И уезжай скорей Чтоб не тревожить душу мне И выпей за меня Потом еще налей Чтоб встретиться теперь В родной стране Я вам хочу представить Человека Вот он здесь рядом со мной находится В уголочке Как всегда скромный мастер спорта Полковник Две медали за боевые заслуги Человека, которого я поменял в Афганистане Владимир Ильич Автайки А теперь я хочу пригласить на сцену Человека, который написал гениальные песни Про БТР У него очень много хороших песен И я даже не трудно перечислить Все государственные награды Которые он заработал за свою жизнь Тоже полковник Афганец настоящий Но он многое Про этих людей, про всех Я много могу говорить И безустанно Но к сожалению Вечер у нас не резиновый Поэтому я просто вам говорю Михаил, Михайлов Хотел сказать И как-то вылетел А потом из головы Значит Один из самых Япчайших представителей Афганской песни Чего только стоит Маленькая четверостишка Из песни Доктор Там не обозначено Минное поле Доктор наш плюнул И к минному полю пошел То есть это картинки С выставки Мусорского можно так сказать Просто картинки С выставки его песни И тут еще хотел бы добавить Что эти песни Именно на ретроспекции В основном Афганская песня То, что написано После Афгана Это уже ассоциации Поэтому они Немного другие Их просто надо слушать И там будет понятно Что написано Когда и кем Миша, спасибо тебе за БТР Спасибо Хочется, конечно, много сказать Обещаем все-таки У нас песни Поэтому придется петь Сборник Я все-таки скажу Полово слов О сборнике Сборник Уникальный Это первый опыт О антологии Афганской песни Первый вообще Был сборник Который сделал Володя Сысоев Он 4 тома По принципу Мухи и котлеты В одной тарелке Низкий ему поклон Но Это все-таки текст И он сохранил Много А здесь Впервые Вот сколько лет прошло А впервые Вот эта попытка Создать антологию Причем Имена Все Всех тех Кто Делал эту афганскую песню И в Афганистане И после И, конечно, упор на Афган Безусловно Безусловно Выдающаяся роль в этом И строчку В истории Песенной летописи Афганской войны Самой честной Летописи Которая была Вот Это вот Гена Ларионов Конечно Вот Но у меня есть В моем Дебельском альбоме Скажем так Такая маленькая строчечка Вот Свой вклад В общее Такое дело Когда закончился Первый сборник Вот А мне так посчастливилось Выпустить И в первом сборнике Ну там он вышел Такой Он уже пять раз Переиздавался И во втором И второй Собирал его Я даже не знал Все песни Почти Ну многие песни Я считал вообще Утраченными навсегда Он по архивам Всего Советского Союза Будучи в Чечне Ой в этом В Чите Он по архивам Нашел те песни Которые я даже Ну уже все И считал навсегда Утрачены Навсегда И мне пришлось И полгода разучивать И вот возник Этот уже второй пункт Так вот В начале Когда начиналось Это все Вот Гена застыковывался Наверное Не только со мной Но у нас был разговор А кто же попадет Во второй сборник Я рад Что мы с ним Это все переписывались И возник Возникли целая Такая плеяда Имен Саша Кожбенко Саня Мордов Дима Ирюн Мы разговаривали О Костюке Разговаривали Мазу Вовка Разговаривали А кстати говоря Это большой Вот я считаю Такой Небольшой А небольшой подвиг Когда человек Ради нашего Сегодняшнего Чтобы с вами Увидеться Он приехал Из Питера Это вот наш Олег Никулин Давайте ему За это Поаплодируем Спасибо тебе Ответу Спасибо огромное А еще раз Напомню Человек Из Читы Он приехал Ради сегодняшнего Вечера Из Читы Вот и привез Вот эту Какие-то огромные Вот эту коробку Для вас Для всех Ну и для нас Какой-то стиль Так Раз я был Афганский блок Я тогда и раз Звучал здесь Беттер Я наверное Я долго думал Как вот можно Выбрать Несколько песен Из того Что он поется И Вот сейчас Когда несколько раз Вспомнился Беттер Я решил Наверное Я его и спою Хотя Я не готовлю Карбюрата Так Прямо под горло Пуля Прошила Пульку Прошил С нашего Двора Как он Резково Прыгал На мото В джинсах На танцах Что не суббота Слава Беттер Тебе Беззавод Снову Жили вы Столько Ближе Чем Братья И Умирал В твоих Объятьях Вот А ты Носишь Над Смотрабным Стеклом Когда Идем От Или Все Седую Я тебя Мради Моя Браня Крепко Обниму И Расцелую Точно Морду Мух Крую Коня Впереди Задавнуши Заглох Во чья Доброняй Теперь Там Плохо Но Молоча Голосом Ее Попер Только Держаться Надо Держаться На Перевале Дома Дышаться Ты Ведь Все Можешь Бог А не Транспортер Наверх Котурю Тысячи Метров Все Я Забуду Про Солнце И Ветры Буду Как Матерь Возле Твоих Яран К Черту Зух Пои Воду И Реку Ты Не Машина Как Человек Ты Ведешь И Послед Начал Вчера К К К Дойдем А Пыли Всю Сибую Я Тебя Родивая Браня К К К К К К Обниму И Расцелую Точно Морду Мухрую Аня К 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 Я Рад что Саша Карпенко предоставил эту сцену и для презентации и свой концерт тоже и для презентации наших дисков и он собрал из нас получается такой маленький фестиваль но все-таки это концерт Саши Карпенко я хочу вспомнить что в 33 года человек немножко о Саше Карпенко может быть ну кто-то пришел послушать именно презентацию дисков может я не знаю вот Саня Карпенко он в художественном фильме играл сам на себя он у него были гастроли там по Америке все он 3 года возвращался к жизни после тяжелейшего он горел в бедре тело его плавилось выедало легких потом долгих три года он возвращался к жизни обретая свое творческое лицо потерявшее лицо и он очень мужественно к этому как бы отнесся он так вот понимает что вот такая обмена я не знаю что сознательно это конечно большое оборудование он считает что именно вот эти страдания сделали его настоящим 33 года 33 года а встречал концертом в театре страны вот и было там значит александр карпенко и друзья я бы горд выступить вот в этой второй части часть этого концерта вот его друзей конечно там богатство много чего есть у Саня но тогда я написал песенку вот но а как вот барда они ж любят больше всего самих себя правят они свое творчество обладают и все выступают со своими песнями и однажды мы поехали в Саня в Саня в Саня прошло небольшое время вот наверное полтора везда и вот и Саня говорит вот Миша написал не очень плохую песню и представляет меня я даже не повторю и я вот писать два года не играть песню и я знаю площадь люди значит они ждут после этого я выучил эту песню она на воздействии но он дальше больше никогда мне практически не предложил ее спеть и вот теперь я вам ее буду просто набежу называться на безумец это на его стихи фонари не горят на улице только мне и без них светло звал тебя звал тебя я моя безумец и сажал на свое крыло до сих пор по ночам не грезится млечный путь ты большую была медведицей я ковшом был у ног твоих ты большую была медведицей я ковшом был у ног твоих не такую начинь представится мало грез раз цветет мороз звал тебя я моя красавица И дарил тебе нежность и рост И не важно, что в жизни сбудется В сказку все утечет и вправ Что ж так часто, моя безумица Пропадаешь ты в небесах Что ж так часто, моя безумица Пропадаешь ты в небесах Фонари не горят на улице Только мне и без них светло Звал тебя я, моя безумица И зажал на своем крыло Александр Козелков У нас кто ведет концерт? Дорогие друзья Димочка, давай И выполняй свою сложную и трудную миссию Я вам скажу еще один маленький момент Что конечно этих ребят всех, которых я перечислил Почему у меня только дембельский арбур Потому что их конечно знается страна Единственное отличие от всей страны Что они мои друзья и у меня будут координаты Так что друзья записывайте телефоны друг друга Хороших людей должно быть больше И не должны общаться Спасибо Участник первого фестиваля солдатской песни В СССР в 86-м году Михаил Михайлов В Ташкенте мы с ним познакомились Когда у нас фестиваль выступали Вот с этим полковником А сейчас вы знаете Я еще раз хочу повторить слова Он очень правильные слова сказал По той причине, что люди как-то очень медленно стали работать И лень куда-то пойти, поехать И там выйти на мероприятие какое-то Я очень благодарен Ребятам, которые приехали Я хочу сейчас пригласить на сцену Человек, который приехал Об этом сказал Михаил Михайлов Который специально на этот вечер Приехал из Санкт-Петербурга Олег Никулин Добрый вечер Москва Большой вам привет Огромный из Питера Я не так часто выступаю на сцене Поэтому с вашего позволения я присяду Хорошо? Спасибо Я благодарен судьбе за то, что мы сегодня здесь вместе За то, что мы живы в первую очередь Спасибо огромным людям Которые хранят память О наших друзьях Хранят память О нас в первую очередь Потому что мы живы Поем, играем, что-то делаем Очень-очень давно Еще Сейчас много тут прозвучало Всевозможных версий, идей Я помню историю 86-87 года В Ашхабаде Был слет Когда мы познакомились И после этого Тогда уже Был фестиваль В Алма-Ате Тогда мы назывались Миссия в Кабуле Сейчас мы называемся Храм мира Это большое творческое объединение В Питере Ветеранов Которое объединяет Огромное количество людей В первую очередь У нас есть своя программа На радио Есть своя программа На телевидении Мы стараемся жить Все помнить Ох, очень много хочется спеть В такой компании Но раз вспомнили про пластинку Раненую в душ Чтобы Афганистан Да, я тогда придумал Такую историю В 88-м году В Питере Собрал ребят Кстати Геннадий Андреевич Костюк Который Вот Представлен на этом Замечательном Альбоме Большой привет Передавал вам всем Заслуженный врач России Главный хирург 40-й армии На самом деле То есть человек Который спас Огромное количество людей Мы проехали с ним Очень много Всевозможных концертов И были удивительные встречи И родилась такая пластинка И так решили Просто-напросто Люди, которые Были рядом со мной В то время Что Она будет называться Именно так Раненого тут Чтобы Афганистан Песню, которую я написал Совершенно очень просто Ехал в трамвай Вышел с трамвая Вот с этой песней Найти бы слова такие Чтоб рассказать о том Как гложет душу память По родине родной На выжженных просторах В афганской стороне Нам снились сны о доме И мирном бытие На выжженных просторах В афганской стороне Нам снились сны о доме И мирном бытие Мы тосковали жутко По всем своим друзьям С надеждой ждали писем Что пишете вы нам Мечтали об асфальте В родных своих дворах О зелени деревьях И шумных площадях Мечтали об асфальте В родных своих дворах О зелени деревьях И шумных площадях Ах, как приятно пахнет Асфальт после дождя И нежные журчания Ручьев бегущих вдаль В ручье плывет кораблик Бумажный ледокол С ним уплывает детство За синий босклон В ручье плывет кораблик Бумажный ледокол С ним уплывает детство За синий босклон И мы все понимали Что повзрослели там А может постарели На этой мы войне Там на войне, ребята Ты думаешь о том Что может быть сегодня Уйдешь в последний бой Там на войне, ребята Ты думаешь о том Что может быть сегодня Уйдешь в последний бой И отчитает кто-то последний шаг и вздох И ты получишь пулю на вздохе в свой живот Вот потому, ребята, мы постарели там Ранены мы в душу, тобой Афганистан Вот потому, ребята, мы постарели там Ранены мы в душу, тобой Афганистан Песня очень древняя, на 50 лет практически прошла В 86-м году была написана эта песня Времени немножечко мне дали, поэтому я выбирал Очень из того, чтобы что-то сделать Так бы вам показали И сейчас покажу вам то, чем сейчас живу я И надеюсь Я уже никуда не спешу Я уже никого не ищу Ухожу за моря, за леса Где покой и золотом купола Я уже никого не зову Только крест на себя наложу Помолюсь про отца и прощу Кто расстреливал душу мою Я зажду в храме мира свечу Вспомню всех Постаю Помолчу Зазвучит колокольный звон Зазвучит колокольный звон Крестный ход Дорога Дорога Я совсем не устал на пути По дороге собрал все мечты Ветер полный паруса В небо к звездам летит душа Спасибо вам большое Спасибо, Питер Вы знаете Очень большая Как бы сказать Аудитория Вообще-то у нас Ну просто она Вот в таких клубах И закрытых Каких-то мероприятиях Происходят все вещи И я сейчас хочу предоставить слово Соратнику полковника Квачкова Якишову Юрию Писателю Члену Союза писателей И писателей Из Сыктывкара Представьте себе Из Сыктывкара Человек Давайте Юрий Добрый вечер Дорогие друзья Я Хочу сказать Представляю здесь тех Кто бесконечно достойнее Стоять здесь и общаться Вот Владимир Васильевич Квачков Все знают По Афганистану Леонид Васильевич Хабаров Тоже по Афганистану Все знают Надежда Михайловна Квачкова Вот Вечер поэтический Поэтому давайте Попозже Кто захочет Пообщаемся Потому что я писатель Вот книжка Написанная в тюрьме Потому что война закончилась Но война продолжается Вот Вы все Понимаете Почему Здесь Пока нет Владимира Васильевича И Леонид Васильевича Поэтому Ну что сказать Вот Слова брат Друг И бог Не сходят Ни у кого С языка Потому что Вот Вся тема такая Ну Мы писатели Мы люди ленивые Мы любим Чужое выдавать за свое И Поскольку Так Вот Вечер такой Не политический А поэтический Поэтому давайте Я вам напомню Одну песню Когда я вижу человека с гитарой Она мне сразу приходит на ум Вот Гитару я тоже не буду брать в руки Хотя Умею вот это делать Книжку Кто хочет там посмотрит Подумаю Ну мы их Раздаем бесплатно А слова Вот Бог и друг Я думаю Что Многие поймут Что сегодня Надо Очень точно выражаться И правильно Ставить слова Вот Песню Наверное Вы знаете Что Призрачно все В этом мире Вущующину Есть только Бог За него И держись Есть только Бог Между Прошлым и будущим Именно он Называется Жизнь И Можете поставить Слово Друг Потому что Вот Братство наше Не Купить Не сломить Не продать Не уничтожить Не покорить Наши друзья В застенках Наши друзья Здесь Война продолжается Никто В мире Не сломает Нас Спасибо Да, да, да. Он настоящий полковник, и он исполнит традиционную свою, самую известную песню, из многих написанных еще песен, которая называется «Мармоль». Спасибо большое за ваше внимание. В антологию вошел мой альбом с таким названием, и мы не претендуем на то, что все обязаны знать его. Это название там, или о чем речь идет. Поэтому такой небольшой анонс, или в общем-то песня, которая так и называется «Ущелье Мармоль». Пока настраивается, я добавлю, как раз связано с этой песней. Ко мне приехал на работу человек, у него фирма своя, и как раз лежали сборники, диски разложенные. И он зашел, мы давно друг друга знаем, но так, здравствуйте, на «Вы». И он когда так посмотрел, и одно слово сказал «Мармоль», и замолчал. Потом, я там воевал, я на него по границе, он говорит, нет, я говорю, что 154-й, он говорит, да. И опять, где-то минут, секунд 50 он стоял вообще молчал, женщины его что-то хотели. Я говорю, подождите, ребята, он контуженный, не надо тревожить. И потом он отошел, и потом мы с ним уже… То есть он увидел это слово «Мармоль», и все, и он выключился полностью. Саша, давай. Спасибо. Вот в этой антологии замечательной, которая продолжается, это мудро сформулировано, на мой взгляд, создателем Геннадием Ларионовым, что это не вторая часть, вот, которая сейчас издается, издана, вернее, а это продолжение, потому что есть еще много замечательных авторов, которые с Божьей помощью еще найдут, ну, в дальнейших изданиях. Сейчас настроим, извините. Вот, о «Мармоле», что касается, об этой песне. Она основана, спасибо, действительно на исторических событиях. Хотя потом это все обрастало легендами, и по линии мобильных оперативных групп пограничников и многих других. Прямо вам скажу, что здесь речь идет о операции в «Мармоле» 81-го года, конца сентября месяца. Это одна из первых, может быть, даже первая ночная операция в Афганистане. Но, к сожалению, она оказалась неудачной. И вряд ли кто о ней найдет, кто-то какие-то публицистические есть, уже появляют, может быть, уже появляются. Но речь идет именно о том, с улыбкой неуместно говорить об этом, потому что в течение менее часа как ущелье «Мармоль». Поле здесь кажется морем, Воздух на солнце настоян, Поле здесь кажется снегом, Шаг в пыли здесь кажется бегом, Ночью выходит колонна К бою в ущелье «Мармоля». Было нас тридцать по двадцать, Надо в ущелье прорваться. Десант ушел в горах вперед, За ним идет мой юный взвод, Засада ждет свой пулемет, Нацелил нас душман. «Мармоль», 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 «Желал ли ты Такой зловещей красоты?» Ущельем скорби назову «Мармоль». Стоны и рапли от боли, Ночью слышны из «Мармоля». Помощь придет только утрам, Но поздно для многих в «Мармолле». В ущелье красных скал «Мармоль» Живет кровавым эхом бой, Живет кровавым эхом боль. Печален этот дом, Мармоль, «Мармоль», Желал ли ты Такой зловещей красоты? Ущельем смерти назовут «Мармоль». Горе пришло из «Мармоля». Доля, суровая доля, Память о павших в «Мармолле» Кровью на камнях «Мармоля». В ущелье красных скал «Мармоль» Живет кровавым эхом бой, Живет кровавым эхом боль. Печален этот дом, Мармоль, «Мармоль», Желал ли ты Такой зловещей красоты? Ущельем смерти назовут «Мармоль». Поле здесь кажется морем, Воздух на солнце настоям. Поле здесь кажется снегом, Шаг в пыли здесь кажется бегом. Аплодируем. Шикарная песня. Я когда первый раз услышал, Я просто был в шоке. Много лет назад. Ну, наш вечер подступает к своему финалу. И я так понимаю, что нам не хватало на самом деле Женского присутствия на сцене. И я сейчас с удовольствием хочу пригласить певицу, Которую нам предоставляет чета Карпенко. Лена и Саша. Это Елена Орловская. Давайте послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я... Ну, вот после такой песни, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала что-нибудь такое серьезное. АПЛОДИСМЕНТЫ Малата Куджака. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пока земля еще вертится, Пока еще ярок свет, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо вам большое. Вот такую честь мне выполнется и завершить вечер. Вы замечательный. И я хочу спеть вам свою песню. Это одна из немногих. У меня очень мало песен, но мои стихи. И эта вот песня называется «Снегири». Мне прошлой ночью сгнились снегири, Они, как капли утренней зарей, Рассыпались по веткам и сидели, Покачивались будто хонари. А на морозе ягоды олели, На перебор прозрачной акварели, И снегири колевали на заре. Рябиновые гроздья и смотрели, Как ели красовались в серебре. А-а-а-а... А-а-а... А-а-а... И мы с тобой огоньи улетели На песни бели в юге и метели Укачивая в снежной колыбели В рождественском христальном ягваре Укачивая в снежной колыбели В рождественском христальном ягваре Я вас всех хочу пригласить на свой концерт 20 ноября в Золотой драконе Кому будет интересно, просто подойдет Ну и весь мир, без которой ни один концерт не обводится В лунном сиянье снег серебрится Вдаль по дороженьке троечка мчится Дин-дин-дин, дин-дин-дин, колокольчик звенит Этот звук, этот звон много мне говорит В лунном сиянье ранней сною Помнется встречи, друг мой, с тобою А лунном полечиком твой Голосью измерел Это он, это он О любви сладко пел Помнится за мне С шумной колкою Речью гаминой С белой водою Дин-дин-дин, дин-дин-дин, дин-дин-дин Слов бокалом кревит С молодой женой Твой соперник стоит В лунном сиянье снег серебрится Вдаль по дорожке Вдаль по дорожке Вдаль по дороженьке Троечка мчится Дин-дин-дин, дин-дин-дин, дин-дин-дин Дин-дин, дин-дин, дин-дин-дин Этот зон, этот зон Много мне говори А лунном полечиком твой Голосью измерел Это он Это он О любви сладко пел Браво!